Всем огромный привет, дорогие мои любимые зрители! И в сегодняшнем видео я буду отвечать на ваши вопросы. Было очень много вопросов задано под роликом о моем похудении. Я просто не в состоянии была на все ответить письменно. Поэтому отвечу на многие, на самые часто задаваемые, вот именно сегодня в ролике. И также я попросила набросать мне вопросы в Инстаграм. Всем огромное спасибо! Если я сегодня не отвечу на какие-то из ваших вопросов, то я обязательно сделаю вторую часть или, возможно, даже посвящу какие-то видео специально, потому что многие вопросы, ну, ответ, вернее, на эти вопросы тянет на целый ролик. И первый вопрос касается того, что это за картины, что это за толстяки, где их купить. И автор этих картин Фернандо Ботер, колумбийский художник, уроженец Медельина, который уже очень много лет специализируется на так называемых пузанах. Ну, такая кличка этим его толстячкам дана в интернете, среди художников. Огромное количество скульптур по всему миру, во многих городах. Впервые я, кстати, увидела в Барселоне, по-моему, скульптуру толстяка. Вот. Потом я узнала, что у Фернандо Ботер очень много живописей. Была в его музее в Медельине, где вот много таких картин. Если вы наберете в гугле Фернандо Ботеро, например, балерины, вам выскочат его картины с балеринами. Тореадоры. Это будут Тореадоры. Мне очень нравится тематика танго. Семейные портреты. Также у него есть портреты служителей церкви. Одна из самых знаменитых его картин «Расстрел Пабло Эскобара на крыше Медельина». В общем, это знаменитый художник. Я его обожаю. И откуда я взяла эти картинки? Вы не поверите, но это очень просто заиметь дома у себя любую картину. Вот, например, Фрида Калл. Я очень давно хотела сделать и иметь у себя портрет Фриды. И я не знала, какой же выбрать. И вот, когда, знаете, я искала и увидела вот именно этот портрет, мне показалось, что он самый прекрасный. Здесь Фрида очень красивая. Она, мне кажется, выглядит как икона стиля. Она современна до сих пор. Вот, посмотрите, какие у неё часы. Это практически такие часы, как мы носим сейчас. Кольца, колье. Я просто сделала скриншот фотографии из интернета. Пришла, знаете, вот где печатают принты на футболках, подушках. Обычно это копи-центры, так называемые, да, или где распечатывают фотографии. И дальше вы говорите, хочу, хочу вот эту фотографию напечатать на холсте. Вот видите, это холст. И это холст вот с обратной стороны. И оформить его на подрамнике, как это называется, галерейное оформление. То есть, когда холст вот загнут и с обратной стороны закреплён скрепками. Таким образом я сделала уже несколько картин. Моя подруга в Буэнос-Айресе с профессиональным тангером в районе, где зародилась танго, ля бока. И я обожаю эту фотографию. Ну, она была, конечно, цветной. Но мне захотелось её сделать чёрно-белой. Когда я думала над своим блогерским уголком, как же сделать таким образом, чтобы менять экспозицию. Чтобы были разные персонажи, разные картины. И таким образом вот Луис мне сделал вот такие вот полочки. Мы купили материалы в Макси-доме. И они такие, знаете, П-образные, перевёрнутые, чтобы можно было картинку там установить. Вот. И здесь я вспомнила про своего любимого Фернандо Боттеро, который является, кстати, дальним, седьмая вода на киселе. Но всё-таки родственником Луиса. И сделала скриншоты из интернета. И распечатала их вот на холсте. Хочу сказать, что удовольствие это не дешёвое. Например, картина моей подруги, танцующей танго с Тангеро в Буэнос-Айресе, мне обошлась где-то в 9,5 тысяч. Она очень большая. Фрида мне обошлась около 5 тысяч. И каждая вот из этих картинок мне обошлась около 1200 или 1300. Ну, на самом деле, конечно же, существуют разные вот эти копицентры, где есть цены подешевле, подороже, есть какие-то скидки. Вот. Но могу сказать, что вот за всех пузанов, а их 5, пока, пока, вот, может быть, будет больше, я отдала где-то 6,5 тысяч. Так что, если вы хотите украсить свой дом какой-то интерьерной картиной, вы можете А. Нарисовать её сами. Б. Купить у художников. И. С. Просто распечатать её на холсте. Это выглядит очень красиво, стильно. И, главное, помогает создавать нужное настроение, радует глаз. Следующий по популярности вопрос под видео о похудении. Готова ли я до конца жизни следовать этим правилам? Ну, я следую следующим правилам. Никогда не говори никогда. И расскажи Богу о своих планах, и Он посмеётся над тобой. Конечно, я не знаю. Но я буду стараться. Я имею мотивацию, потому что могу честно сказать, что у меня стало больше энергии, самочувствие улучшилось. Плюс я влезла в вещи, в которые уже не влезала. И они неплохо на мне сели. Вот. Поэтому будем посмотреть, что называется. Будем работать над этим. Это, скажем так, процесс. Ещё один популярный вопрос – это, как ваш муж относится к вашей диете. Мой муж просто счастлив, потому что мой муж живёт на правильном питании всю жизнь. У него вся семья питается очень правильно. Они следят за своим здоровьем. Некоторые даже вегетарианцы. Хотя я лично вегетарианства для себя не приемлю. Кстати, как и мой муж, он тоже ест мясо любое. Но! Но! Его питание очень правильное. Он практически не ест хлеб, не употребляет молочку. Он не ест жирное, жареное. Ест очень много круп. Рис, фасоль, чечевица. И здесь у нас он для себя открыл гречку, которую очень полюбил. Утром он ест овсянку. Он очень много двигается. Ходит пешком. И делает это целенаправленно. Для того, чтобы поддерживать себя в хорошей форме. Он никогда не запивает еду. Но не потому, что он узнал об этом недавно. А потому, что в Колумбии просто не принято запивать еду. То есть, у них нет традиции после еды выпить чай, выпить кофе, выпить сок. Нет такой традиции. Я даже помню, что первые годы, когда он сюда приехал, он был крайне удивлен тем, что для нас это обязательный ритуал. То есть, мы обязательно, обязательно должны заполировать вот эту вот еду. Я даже помню, как он по скайпу своим родственникам рассказывал. Это как удивительный факт, что русские всегда после еды запивают ее. Ну, а как выяснилось сейчас, это самый правильный способ питания. Когда есть промежутки между принятием пищи и жидкости. Он также никогда не перекусывает. Он ест строго три раза в день. Завтрак, обед и ужин. Понятие полдник, или перехватить яблочко, или попить чайку с печенькой. Вот вообще отсутствует как класс. Поэтому Луис, можно сказать, эталон человека, который всю жизнь находится на правильном питании. И я так понимаю, что это просто такая культура питания у них. Во всяком случае, в семье моего мужа, не могу судить о всех колубийцах, но именно у него так в семье заведено. Поэтому у него вообще все очень стройные, независимо от возраста. И только один брат немножко располнил и получил инфаркт. И сейчас он тоже перешел на правильное питание, как вся семья питается. Вот, поэтому Луис просто очень-очень меня в этом поддерживает. И всячески поддерживает. Поэтому, наоборот, теперь мы питаемся более похоже и одинаково, чем раньше. Даже он меня просит на Новый год, пожалуйста, ничего не готовь. Потому что, ну, вы знаете, мы всегда готовили много тазами. Вот, объедались. И вот это вот ему каждый раз не было близко, скажем так. Конечно, он был за столом, тоже ел. Но он считает, что это не самая лучшая наша традиция. Хотя он очень любит Россию. Он любит нашу кухню. Он полюбил пока еще не все, но многие блюда, которые, ну, совсем прямо не похожи на их кухню. Но на латиноамериканскую кухню. Хотя латиноамериканская кухня тоже очень разная, да. Потому что мексиканская и аргентинская – это вообще две большие разницы. Если в аргентинской кухне вообще ничего не используют, кроме мяса, ну, я имею в виду, они не специи, не кетчупы, не перцы, вообще ничего, ничего. Они даже практически не солят это мясо, которое готовят на решетке. Вот. И, допустим, мексиканская кухня, где очень много едят насекомых, перцы, кактусы. Ну, то есть, такие продукты, которые в регистранах просто не встречаются. Колумбийская кухня очень нейтральная, основана на крупах, на маисовых лепешках. И, кстати, после Нового года, дорогие друзья, я решила, наконец-то, обратить взор в сторону колумбийского ютуба. Посмотреть, как они готовят вот эти лепешки маисовые, арепы, так называемые. Там это очень просто все должно быть. Я уже купила кукурузную муку, так что рецептики, кто меня спрашивал, будут ли рецепты правильного питания. Да, будут. Не могу сказать, что я вас прямо завалю такими роликами, но если у меня будут какие-то интересные находки, то обещаю сделать видео и про топленое масло, и про какие-то салаты, и про арепы. Вот, не репы, а арепы. Это колумбийские лепешки хлеб такой, колумбийский. Вот. Что касается новогодних рецептов, я, наверное, приготовлю тортик, может быть, еще что-то. Запишу такие видео. В принципе, еще время остается. У меня у сына день рождения 27 декабря, я буду делать торт, поэтому я обязательно запишу. Сама я собираюсь на новогодние праздники понарушать и поесть каких-то вкусняшек, но потом я снова за себя возьмусь. Мотивация у меня очень сильная, потому что каждому человеку в какой-то момент становится не хватать энергии в силу возраста, неправильного питания. И, конечно, чем раньше вы к этому придете, тем лучше. Но вот я, можно сказать, только в настоящее время начинаю делать первые шаги в этом направлении. Надеюсь, что у меня получится. Во всяком случае, я буду стараться. Следующая группа вопросов. Какие у меня планы? Будут ли мастер-классы? Будут ли ролики о Питере? Дорогие друзья, конечно, будут. Более того, я собираюсь всерьез, всерьез, начиная с 2020 года, вернуться к роликам, посвященным мастер-классам. Я, поверьте, к этому очень-очень давно готовлюсь, покупая какие-то приспособления. И даже сделала специальный стол. Луис мне сделал по моим параметрам, которые я заказала. Вот такой вот длинный, во всю длину, вот как эта кровать, наверное, почти что 2 метра стол. Специально для того, чтобы можно было раскладывать вот какие-то вещи, которые мы будем преображать. То есть, из как бы никакой одежды делать дизайнерские вещи. И, поверьте, идеи уже есть. Многие материалы куплены. Но нужно сейчас закончить мне 19-й год и начать вот новые, хорошо забытые темы. Конечно же, я буду снимать Петербург. Обещаю, даже зимой. Даже зимой, так я подумала. Потому что, поскольку я типа худею, мне надо быть подальше от холодильника и двигаться. Ну, спортзал я пока для себя никак не вижу, потому что, ну, тяжело мне, тяжело. Я не знаю, ну, вот не дружу я со спортом, хотя в детстве я занималась и гимнастикой, и даже, господи, баскетболом при моем-то росте. Вот. Ну, кстати, я неплохо играла. Я была разыгрывающей, знаете, это вот такие маленькие, юркие, разыгрывающие. Так называются эти игроки, да. Есть столбовые, это высокие, которые стоят под кольцом. И задача разыгрывающего мяч бросить в столбу, чтобы этот столб его забил с высоты своего роста. Двигаться нужно. И я просто решила совершать больше пеших прогулок по воздуху. Ну, и чтобы это не происходило в моем спальном районе, я буду выезжать в центр и снимать красоты Петербурга. Благо, что в Петербурге их огромное количество. Также меня спрашивали о том, какие поездки я буду совершать и в какую страну я бы хотела поехать. Ну, в какую страну я бы хотела поехать, я много раз отвечала. Но, конечно же, всегда есть зрители, которые впервые попадают ко мне на канал. Поэтому отвечу еще раз, конечно же, это Латинская Америка. Меня тянет только туда, только туда. Мечтаю попасть на водопады Игуасу. Я была на них, я была, но мне мало, мне мало. Я снова хочу поехать в джунгли к индейцам Гуарани. Я бы делала видео, потому что, когда я там была, я не была еще блогершей, поэтому я там очень мало снимала в основном фотографии. Я мечтаю снова посетить Уругваево. Я вообще люблю возвращаться в места, которые мне дороги. Вы знаете, у меня нету вот чувства галочку поставить. То есть, тут была, тут была, тут была, штампик есть, тут побывала. Для меня очень важно именно углубиться, пожить там спокойно, пообщаться с людьми. Я мечтаю посетить Патагонию, вообще Аргентину, хочу вернуться. Я мечтаю посетить ледник Перрито Морено. Хочу съездить в Чили, в общем, конечно же, в Колумбию. Вот, и мне интересно только это, только это. Другие направления и страны меня не интересуют, так же, как меня, в принципе, не интересует Европа. Я вообще не считаю, что в Европу это какие-то путешествия, это просто поездки. Там все понятно, предсказуемо. Ну, вот, лично поездки мои в Италию, например, или в Испанию, они просто поездки развеются, да. Лучше не рассказывать Богу о своих планах, да, чтобы он над тобой потом не посмеялся. Поэтому у меня нет никаких планов, ни на какие поездки. Как получится, как сложится, так и хорошо. Не получится никуда поехать, тоже хорошо. Всегда есть куча дел дома, так что скучать не буду. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok